Богу Дианису ему очень повезло в России, вообще говоря даже само. Слово Дианис появилось сравнительно поздно, где-то в конце 19-го века. Ранее Бога называли Бахус, Леши Бак, и говорили так, говорили Бахус и Дома Венера. Это пошло где-то с начала 18-го века. И, как ни странно, одно из самых, так сказать, мелких функциональных Дианисов Тарбоковина, почему-то здесь в основном принимали за его главную суть. Что касается русской Бартии, там тоже Дианису ему очень повезло. Если мы возьмем символизм, то, да, только после познакомства с Митша, уже конец прошлого, начало этого века, вот этих поэтов, как Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, было кое-что о Дианисе. Но это было все. Либо в плане книги «Леньший рождения» и «Трагедии» и «Духа музыки», либо в плане так называемого христо-дианисизма. Я не буду особо останавливаться на этой елисе, которая известна достаточно давно. Просто любопытно, что и у Иванова, и у Кузьмина, и у Чирчика Владимира Соловьева действительно присутствует так называемый христо-дианисизм, причем такой странный русской заквасткой. И, собственно, речь нам идет даже не о вне, а о водке. Что совсем плохо, потому что, если мы возьмем этот аспект божества, Дианис никакого отношения к водке и к спирту не имеет. И хотелось бы закончить это краткое вступление касательно судьбы бога Дианиса в России, но за одним только исключением. На мой взгляд, любопытное стихотворение на этом тему написал Татуарль Бабрицкий. Любопытное, вот в каком смысле, оно совершенно ни о чем. Там просто есть попытка рассказать читателю, что такое Дианис. И стихотворение это, пожалуй, немножко банально, немножко манерно. Но если мы отреним какие-то сегории в понимании поэзии, как банально и манерно, и просто будем говорить, нравится или нет, то это стихотворение может очень даже понравиться. Стихотворение, собственно, очень манерное, и вы сейчас поймете почему. Начинается оно так. Утолец после долгой охоты, забыли свой порт, можно на эм. Он ушел в бирюзовые гроты, собирать золотую виноградь. Согласитесь, это действительно красиво, хотя немножко странно. Какой виноград, собственно говоря, в бирюзовых гротах можно собирать. Но это дело Бабрицкого. Но, зато дальше идет некоторая, любопытная мифологическая ситуация. Далее так примерно идет. Узметнитесь попорные руки в расцвеченной Дианой и кормитесь. Натянитесь в подные руки. Дианиз к нам идет. Дианиз. Вот это уже чуть-чуть ближе. Почему? Почему поэту потребил расцвеченной Дианой и кормитесь? Ну, наверное, потому что был праздник Дианы, и, как правило, очень много цветов было на этом празднике. Простите, ну почему Дианой? Именно, и почему руки покорные? Именно потому, что в греческой мифологии Диана враждебна Дианизу. И никогда эти два божества не могли найти, так сказать, общего языка. Поэтому пекство от Дианиза всегда было в сторону Дианы. И далее. Бабрицкий пишет, Дианиз на щите золоченом Блеклых змей Голубая борьба И рыдает разорванным стоном Устремленная в небе В небо труба И на пепел сожженного нарта Объединенная подвиница Надо мной голова леопарды Золотого вождя-гресица Во-первых, очень хорошо, что в этом размере Трехстопном аналисте Очень удачно в русской поэзии Дано стихотворение о Дианизе Во-вторых, очень хорошо пепел сожженного нарта И потом, вот то, что, собственно, у нас ассоциируется с Дианизом То есть, объединение, дано чуть-чуть Потому что на пепел сожженного нарта Объединенный Непонятно, чем герой опьянен То ли этим нартом То ли подвинул до этого Скорее всего, все-таки имеется в виду Именно, что в молитве Дианизу Он опьянился просто нартом Но Надо сказать, что и европейской поэзии литературы Дианизу не очень повезло Настолько мне повезло, что, в принципе, мы очень мало можем назвать произведений Которые так или иначе поставить культа этого бога Надо сказать, что Дианиз вообще в пепелологии Менее всего разработанное общество Но Это бог, конечно, Дианиз Это бог Луцифов Это бог алхимиков Артистов И поэтов Как видим, диапазон влияния этого общества достаточно сильен Но В 20-е годы Вернее, где-то даже ближе к 20-е годам того века В своей знаменитой религии Хреб и вино Бектерлин Уписал невинные знаменитые слова Зачем поэтам уничтожное время? Вопрос И ответ был такой Они, как жрецы Дианиза Блуждают из страны в страну Сакральной ночи И это удивительное понятие Сакральная ночь В свое время Чуть позже поразила Ницше И это понятно Вы только представьте И вы думаетесь вообще В это понятие Сакральная ночь Мне кажется даже, что Там не нужно Не нужно Не нужно ничего Эту понятие Столько красное И тоже Столь напряженное Столь невероятно Напряженное Что Интерфектировать Ему Нет в существенном Возможности Сакральная ночь Это нечто Живое Нечто Иногусивное Мечто Абсолютно Живственное И что же такое Сакральная ночь В путье Дианиза Когда Я назвал Это свое сообщение Дианиз-1 Собственно говоря Я еще имел в виду И первое рождение Дианиза Это Бог, который много рождается И много умирает Так вот Первое рождение Дианиза Было Связано с этим Великим болезненным Сакральной ночь Это случилось Когда Бог Фанас Бог Фанас Неопределим Это небо В своей огненной Суде По крайней мере Так об этом Он пишет Калимах В третьем И в Дианизу Так вот Ничего он там пишет Что Бог Фанас Не мог остаться Существом Потому что Жар, который был огнем Заставил его Растечься Распасться Раствориться Сосветительным И все менее И менее Блуждающимся Более Более Сужающимся Светом И вот Из этого Абсолютно Золотого Огня Родилось То, что Называется Небол Это Арафическая Теология И это Не имеет Никакого Отношения К Мудре Архавель Мифом О которых Полистует Исиотус В Диагонии Так вот Сакральная ночь Срождение Дианиса Из этого Совершенно Огнедышащего Неба Выпал Зевс В виде Золотой Змеи И В результате Его Любви С Богиней Тимы Бразерпиной Родился Бол Дианис В этом Смысле То, что Предшествовало Рождение Дианисы Называлось Сакральной Ночью Как мы здесь Видим Это случилось Тогда Когда Небо И Огонь Были Совершенно Независимыми Началами Которые Не имели К ночи Никакого Отношения Которые Не родились Из ночи Более того В архических Истериях От прорыва И Небо И ночь Всегда Два Противоположных Начала Они Совершенно Приводытны И в этом Смысле Не обязаны Другому Днерождению Ни какой-то Зависимостью Ничем Другим В этом плане Как мы знаем Дианис Не входит В число Олимпийских Двенадцати Богов Дианис Это Какой-то Дикий Живой Прородокс Да Он соединяет Он соединяет Собственно Все Как Сын Позерпины Он соединяет Ад Как Сыл Дев Собно Он соединяет Небо Все Это Золотая Отность Которая Проходит Через Небо Землю И Ад В этом Плане Можно Сказать Что Дианис Необычайно Важное Божество Но В то же время Эта Золотая Отность Абсолютно Невидима Дианис Не знает Понятия Времени Вообще И поэтому Так сказать Поймать Его Устроить Его Культ Устроить Его Мистерию Необычайно Деживый Магнит В этом Смысле Практически Ни в Греции Ни в других Мистерах Почти никогда Не было Храмов Дианиса Если же Они и были Они Очень часто Уничтожались Ревнителями Врагов Дианиса Хороши Были Враги Дианиса Скорее Можно Сказать Врагини Во-первых Богиня Гера Потом Гламент Диана Потом Гести Замит Все Это Богиня Велигии Матери Либо Родов Либо Домашнего Очага Либо Супроводской Жизни Это Значит Что Дианис Сразу И Ему Явление Сразу Явилось Резким Ударом По Узаконенной Матриархальной Ситуации Дианис Поэтому Поэтому Замечательной Замечательной Религии Которая Называется Жалобы Ариадны Это Последняя Религия Из Дифферамков Дианису Ницше Ариадна Жалуется Именно Веду Чисто Мифический Аспект Когда Ариадна Осталась Одна На острове Наксос И Пришел Дианис И Дианис Пришел В виде Голого Пьяного Возбужденного Старика Который Нашел Клинагло И Похапно Приставать И Только Холодные Золотые Глаза Выдавали Бога И Жалобы Ариадна Собственно Касается Этого Аспекта Она Прекрасно Понимает Что Это Бог И Говорит Ему Почему Ты Учаешь Меня За Что Ты Пришел Ко Мне Моя Жизнь Полна Боли И Моки Ариадна Ввиду То Что Ее Покинул Тесей После Ситуации С Гринского Беликого Имена Тавра И Дианист Обутрино Слушая Ее Жалобы Не обращая На них Малейшего Внимания Продолжает Вести Себя Весьма И Весьма Даже Не Куртуарно А Старей Довольно Новым Способом Но Тем Не Не Тем Тем Не Не В конце Региниша Дианист Не Зашел Даже Ариадна Когда Она Сказала Что Ты Мучитель Палач И Это Бог И Дианист И Дианист И Сказал Чтобы Полюбить Себя Надо Сначала Разгненовитись Я Твой Лабиринт Эти Слова Совершенно Непонятны Почему Дианист Является Чем-то Лабиринтом Но Мы Должны Их Обязательно Учить Потому Что Заметьте Мифология С одной Стороны Дианист Бог Исказал Огня Полного Иступления И Бог Более того Бог Черного Безумия С другой Стороны Он Совершенно Лабиринт Бог Философии И И Примирист Это Возможно Наверное Только Вы Уберите Поэтому Он Сказал Я Уберите Но Мы Будем Сейчас Касаться Аспекта Влюбления Дианиста На Философию И Уберите Хотелось Бы Просто Поговорить Сейчас О чем Поскольку Такое Вступление О Диалии С вами Сделано Подумайте Вот О Такой Вещи О том Как Мы Вообще Воспринимаем Античных Бресс Веки Я Не Люблю Именно То Что Ближе Всего Касается Нашего Ареала Потому Что Для Нас Третья Египет В Известной Степени Ближе Индии Хотя Бо Потому Что Лидийская Философия Египет До Нас Дошли Очень Пожарно Позже И В этом смысле То Что Нас Совершенно Справедливо Называют Третьим Римом В этом смысле Это Говорит Что Наша Традиция Идет Именно Туда Идет Именно Среди Семнобория И В этом Смысле Можно Сказать Так Что Для Нас Это Просто То Что Можно Назвать Культурным Наследием Но Представьтесь Сейчас Мы Сидим И Слушаем Про Дианинса Завтра Пойдем Послушаем Про Будду Потом Послезавтра Про Конфукция И Еще Там Где Небудь Про Дуду Хамона Наконец Мы Будем Походить На Разные Экции И Накупим Некоторый Культурный Багаж Это Другое Дело Что Мы Будем Делать С Багажом Это Дело Мало Понятное И Что Получается Хочу Я У Вас Спросить Как Жили У Седя Вот Зачем Можем Этот Самый Культурный Багаж И Неужели Неужели Когда Мы Читаем О Мы Читаем Только Для Того Чтобы Послушать Эти Заметные Нифы Сказочки Регенды Четыре Всякие Такие Рассказники Для Того Чтоб Прису Мучая Ну Допустим Я Политический Деятель И Выдел На Трибу Куда День Ну Конечно Не В Госдуму А в районную Думу Я Могу Сказать Что В Аналогичном Случае Филистопов Уступил Так А Велик Сделал Скорее Всего Такую Шесть Я Правда Боюсь Что Я Завершаю Интеллектуальный Аппарат Наших Диспутатов Потому Что Даже В Госдуме Такие Имена Как Берикова Или Филистопова Я Думаю Встречаюсь Не так Часто И Завайте Сами Ну Допустим Допустим Эти Нифры Продаются В школе И Очень Хорошо Если Школьник День Восемь В пятом Четвертом Классе И Скутает Допустим Великова С Грассом Или Того же Филистопов Сверхотгил Он Уже Будет Читаться Достаточно Образовым И Человек Понятно И С другой Стороны Вы Знаете С другой Стороны В общем Третьих Людей Можно Понять И Школьников И Простых Людей Которые Ну Ничего Так Особого Ничего Особенного В античности Не знаю Ну Вот Например Откроем Могомера И Что же Мы там Увидим Совершенно Можно Просто Вот так Открыть Или Адвел Или Если Допустим Откроем Или Адвел Почти На любой Страннице Поджидают Нас Какие Шентевры Вот Заменито Сценар Могомера Когда Троянские Старцы Видят Елену Которую Почти Троиц И Прилет Су Родное Город И Старцы Говорят Такие Слова Я Цитирую Русский Перевод Страшно Похоже Лицом На Богинь Она Вечно Живущих Ну Как Это План Страшно Похоже Лицом Она То есть Да На Богинь Она Вечно Живущих И Весь Этот Бред Идет В течение Иссея Иссея И Про Одиссея Просто Страшно Говорят В этом Смысле Совершенно Идея Культурного Наследия Ну Как-то Не срабатывает Конечно Здесь Можно Очень Хорошо Циркулировать Оно Непонятие Когда Нам Раньше Очень Долго Говорили Что Мы Самочитающим Народ И так Далее И так Далее Но Я Подумываю Что Если Вы Менее Всех Читающим Народом То Тело Было Намного Намного Лучше И Потом Очень Странно Что С Истинного Жития Поступают Так Как С Обычной Специальностью Античники Это Собственно Говорят Филологи Специалисты По Истории Религии То Есть Это Очень Странно Это Очень Странно Когда Специалист По Истории Религии Читает Один Из Историй Что Может Вообще Упалиматься Другой Сторон Проторчал 20 Летом Свои Вменьшения В любую сторону Кое-что Может Мы По крайней мере Знали Греческий Язык Но К сожалению Доступ К античности Практически Прекращен В том Смысле Что И Знай Греческий Язык В том Пламе Которого Прикладают Не Только У нас В более Прикличных Ацетах Хотя У нас Была Когда-то И Плохая Косыра Тоже Очень Сложно Почему Потому Что Всякий Мертвый Язык Знать Невозможно Представьте Себя Допустим Допустим Такую Вещь У Александра Александровича Блока Есть Перевод Из Мало Известного Французского Поэта Шарль Тоже Тоже Нравился Но Всегда Приятным Поэтам Противящим Которые Им Сами Не Нравятся И Критикам Тоже Поэтому Специально Вначале Взял Стихотворение Патрицкого Которое Критика И вообще Все Остальные То же самое Блок Очень Любил Этого Стихотворение Которого Называется Церция Но Вы Послушайте Просто Первые Две Строчки Год Миновал Мы Пьем Среди Твоих Холодений Церция Долгий Грет Заметьте Заметьте Как Сказанного Слова Церция Мы Пьем Среди Твоих Холодений Пауза И Потом Вот Это Совершенно Чувственное Имя Церция Возвращаясь К нашим Атичникам Они Говорят Нам Что В результате Новых Исследований В области Речной Фонетики Мы Должны Говорить Не Церция О Кирке Мы Должны Говорить Не Фон А Трифон И Вообще Должны Говорить Не Психа А Псюхе То есть Мы Должны Эти Псюхе А Трон Заниматься Псюхе Ну И Вообще Совершенно Непонятно Тем Более Что Это Уже Во всех Надежных Интониях Я Спрашиваю Вас Разве Можно Таким Образом Разве Можно Таким Образом Дойти Вообще Античного Вера Спрашиваются Таким же Морфена Да Вот Наверное Всякие Другие Каким Угодно Если Вы Считаете Что Диализ Вас Прекляет Если Вы Считаете Диализ Суббога Вена Надо Пить 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 Без Жидов Только Не Пить Водоку И Вот Почему Потому Что Я Уже Сказал Так И Женские Богини Всегда Были Очень Большой Ужас Диализ В данном Случае Поскольку Водка И все Зерновые Занимают Сантиметра Она Считается Одной Самой Главной Хвороги Диализ И В этом Смысле Если Мы Начнем Пить Водку То Это Никогда Не Переведет Нас Культу Диализ Культу Диализ Пожалуйста Это Может Даже Пройти Перевсинский Мастерин Но Только Никогда Не Корфическим Таймином Культу Диализ Теперь Заметим Вот Какую Лечь Которая Нам Совершенно Запрещает Подход К Языческому Миру Даже Не Говоря О том Как Серьезно Монотри И В нашем Случае И у Дев Христианства Контиминирован Язычество Вплоть До Дикой Остреблений Девы Даже Не В Дело В том Что Наше Сознание Построенное На Монотри Девизме И Других Мод Не Может Представить Себе Мир Античных Бобок Дело В том Что Допустим Дама Зевс Зевс Афина Завод Афина Аполлона Завод Аполлона Дианис Дианис Но Дело В том Что Эти Божества Невероятно Флюитные И Невероятно Текучие Потом Они Могут Воплощаться Друг Друг Потому Что Дианис Может Всегда Стать Гермес Гермес Может Всегда Стать Ипогоном И Всякий Бог Может Всегда Стать Другим Богом В этом Смысле Здесь Нет Такой Результат И В этом Смысле В жизни Античного Мира Это Сплошная Этаморфоза Чисто Видная Где Вообще Творя Нет Физических Осей И нет Рациональных Осей Где Вы Сказали Вот Это Область Зевса Это Область Гэта Это Область Дианиза Такого Отмена То есть Это В принципе Невозможная Вещь Именно Поэтому Для того Чтобы Как-то Постегнуть Или Левнее Чуть Пчуться Прикоснуться С тем Что мы Называем Античный Мир Надо Привыкать Жить Вот Таким Флюритальным Способом И Метаморфатическим Способом Это Очень Трудно И Почти Невозможно Почему Потому Что Во-первых Надо Сказать Еще Неследа Таких Соплажающих Вещей Античность Говоря В очень Интересном Смысле Не знала Идеи Времени То есть Она Не знала Идеи Времени В том Пламе В котором Мы Понимаем Это Сейчас Античность Не знала Идеи Пространства В том Смысле В котором Мы Понимаем Его Сейчас Сказать Для Грека Или Питина Или Шменикийца Сказать Что Пространство Трехмерное Это Значит Ничего Не сказать Потому Что Пространство Жило Вернее Не Пространство А Все Что Нас Жизнь Жила Потому Что Точная Плоскость Объем Не Име В общем То Ввиду Никакого Живого Пространства Это Чисто Метафизические Категории Которые В аптичности Име Как Дальних Мешивлений Так Называем Жизнь Точно То Самое Касается Время И В этом Смысле Когда Изучая Вообще Историю В основном Историю Актичного Вера Тратят Массу Время На То Чтобы Установить Какие-то Даты Какую-то Хронологию В принципе Так Для того Чтобы Как-то Упорядочить Материал Наверное Это Возможно Но Мы Никогда Не можем Сказать Что Допустим В 1623 Году До Новой Эры Начался Поход Александра Тунского Дудата Во-первых Нам Это Ничего Не Скажет Потому Что Мы Долго Будем Думать Какие Минусы И Какие Плюсы Делать До Христианской Эры После Христианской Эры А потом Нам Вообще Ничего Не Скажет Какой Нам Толк Знать Что Потом Жив В 14 веке Какой Толк Нам Знать Что Великий Павел Примаг Жив В 15 веке Мы Можем Этого Не Знать И Мы Должны Просто Это Чувствовать Значит Это Так Что Не Надо Изучать Греческие Павел Да В известном Смысле Это Значит В Известном Смысле Разумеется Потом Это Как Всякое Изучение Как Всякое Изучение Это Сугубо Индивидуальный Молит Можно Изучать Можно Изучать Можно Знать Коль Террорист Вообще Ничего О Нем Читает Равно Как Другого Бога Но Беда В том Что Как Раз Вот Эти Вот Идеи Так Называемые Низшие Риндесы Как Называл Платон Имеются Ввиду Идеи Порядка Воспорядочения Закона Прямой Линии Точки Это Единственное Что Нам Осталось От Метафизики И Это Единственное Что В Современная Эпоха Очень Точно Вклинивают Свою Сугубую Теревую Теревую Жизнь Поэтому От Этого От Этого Носенса Хронологии Отделаться Нам Очень Трудно Я просто хочу Упомянуть О том Кошмаре О Котором Не Хочется Вообще Поговорить О Кошмаре Котором Называется Археология Потому Что Уж Конечно Меньше Всего Можно Узнать О Греции И Египте Пользуясь Теми Методами Я Не Хочу Сказать Что Они Не Достоят Культурных Людей Они Вообще Не Медоношение Культуре И Потом Раскапывая Беспощенного Учтожия От Родницы Вынимая Какие-то Несчастные Статуи Амфоры Строить Какие-то Схемы Не И Не Ничего Общего И С Античностью Ни Чем Совершенно Уже Я Не Говорю Об Опытности Вопроса О То Что Этого Делать Вообще Нельзя Но Это Говорит О Другом Дело В том Промежуток От Троянской Войны До Новой Эры Это Действительно 3-4 Тысячи Лет То Что Мы Как-то Обозримы В Историю Березаж Другого Мы Просто Не Знаем Можем Сказать Так Вот В Это Время О Которое Говорю Понятия Такие Которые Нам Очень Понятны Прошлого Будущего Настоящего Практически Не Было Другие Пространства Как я Уже Говорю Составляли Единное Жизненный Пентином Как Мы Сейчас Сказали Луческая Среду И Вы Представьте Себя Конечно Это Очень Плохо Когда Время Делится На Кошло Настоящие Будущие Но С Другой Стороны Займите Как Это Хорошо В том Блане Что Нет Это Нерозность Что Будет Завтра Или Послед Завтра А Вот Вчера Было Так Год Назад Жили Очень Великие Люди Незавтра Мне Сейчас 40 50 Я Чем Достиг А Вот Уже Очень Мало Мне Осталось Жить И Так Далее И Так Далее Представляете Какая ужасная Мир Возность Но Ведь Это Вообще Говоря Мир Возность Объясняется Еще Одной Причиной Мы Очень Плотно Знаем Что Такое Смерть Я Хочу Сказать Не Сами По Себе Мы Точно Собственного Опыт Сила Это Знаем Но Мы Это Спросили Бога Из Нас Что Такое Смерть Хотя Это Сложнейшее Понятие Он Не Замедлит И Ответ Ну Вот Когда Того Хоронят Вот Тебе И Смерть Пожалуйста Подумаешь Там Или Сердце Створилось Так Вот Антиплантичности Вообще Не Было Понятие Смерти Как Я Уже Залетил В Полной Фритности В Метам Орфатичности Бытия Такого Понятия Как Смерть То есть Резкая Остановка Чемного Просто Никогда Не Была И В Этом Смысле Мы Можем Разные Греческие Слова Переводить Как Уход Там Не Будет Перевод Вот Откуда Скепсис По Отношению Изучения Греческого Изучения Скепсис Абсолютно По Отношению К Латыни Скепсис Относительный Именно Потому Что Латын Близкий К Назвит Потому Что Те Понятия Которые Переводят Как Смерть Бессмерть Вечность Или Временный Примежуток Такие Понятия В Леческом Захе Просто Если Шаг Есть Они Водятся Каким Знаменитым Ученым Который Делает Свою Шпуху После Появляется Другой Знаменит Ученый И Меняет Эти Понятия На Другие Но Заметь Вот Еще Какой Момент Я Упомянул О том Что Диагония Бессиода Очень Матриархальная Диагония И Действительно Читать ее Вообще Малоприятно Нам Очень Малоприятно Читать О том Что Сын Урана Сатурн Или Кронос Оскопил Своего Родителя Хотя Вот Даже Из Его Отрезанного Члена Который Упал Средиземное Море Родилась Богиня Афродита Конечно Это Наверное Хорошая Дивензация Но Я Не Думаю Что Была Очень Хорошая Дивензация Вот В этом Смысле Все Курсы Мафологии Имеется Ввиду Даже Загрузные Двиги На Эту Тему Как Правило Построены На Этой Очень Очень Малоприятной И В принципе До Нового Время Непопулярна Теакон Егисиота И В общем Понятно Почему Потому что Миф В принципе Клонился К матриархату Что Такое Те Мужчины О Которых Повествует Античный Миф Это Герои То Есть Мужчина Это Начало Героическое Если Мужчина Не Героическое Начало Он Такой Просто Не Является Это Очень Точно Сказано В Античных И Простите Теоретических Истериях И В Арфических Каттах На Эту Тему Но Как Мы Это Можем Сейчас Понять Именно Сейчас Между прочим Чего Скрывать Ясно Что Мы Живем В Практическом Матриархате И Это Не Значит Только Господство Женщины Это Значит Господство Материального Мира Как Такового И Как Я Уже Упомянул Метафизические Низшие Категории Я Моя С С Зрения Патонической Философии Доходят До Прямая Линия Законамерность Твоичная Система Мышления И Больше Ничего И Тогда Возьмем Более Высокий Допустим Средний Категорий Который Подозревает Тот же Платон Возьмствует Справедливость Добро Гармония Красоту Вы Знаете Дело в том Что Мы Очень Хорошо Чувствуем Полную Бесоценность Этих Понятия Были абсолютно Живы Даже Во времена Глатона Да Этих Понятия Могут Спекулировать Демология Могут Быть Любые Возвуки На эту Землю Все Что Уход Но Мы Давно Потеряли Сносы Этих Понятий И В этом Плане Вот Это Полное Исчезновение Мужского Начала В его Героическом Плане Конечно Не могло Не дать Себя Знать Заметьте Заметьте Это Довольно Любопытный Монент Вот Как Это Можно Последить По Европейской Истории Как Постепенно И Неохротимо Пропало Мужское Начало Я Для того Чтобы вам Было Более Понятно И Почему Это Так Связано С Культи Дианисом Я Вернусь К Жалобам Ариат На Исша Вначале И Чуть Чуть Скажу Несколько Слов Ариат Дианис Как Вы Помните Дианис Обратился В Кирнова В 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 Несколько В любом смысле фрау диагноза. Фасцинация есть в колдовании диагноза. Поэтому, когда я говорю об упадке мужского начала героического, как вы понимаете, это имеет очень точное и прямое отношение к диагнозинским культам. Но заметьте, что еще в средние века, когда была жила рыцарская культура, мы могли говорить, что да, мужчин существует на этом свете. Безусловно. Чем отличается героическое мужское начало от всякого другого? Оно отличается тем, что между героем и тем, что его окружает, присутствует определенная дистанция. В особенности между героем и его возлюблением. Если мы возьмем Верегу Трубадуров, если мы возьмем поведение рыцарей, так сказать, весны и лета Средневековья до осени Средневековья, мы очень точно проследим такое понятие, как понятие и Трубадуров, и Мизингеров, любовь издалека. Или, как сказал замечательный монетский философ Лютер Клакес, Эрос и Индосферна, любовь издалека. Скажем, знаменитый Трубадуров, Жоффе Лютер XIII века. То есть он никогда не видел принцессы, он никогда не видел принцессы, но он был в нее влюблен всю жизнь, потому что ему было достаточно звука ее имени. Это называется любовь издалека. И залитие, очень точный конец этого всего, обозначен в романе Сарвантеса «Дон Кихота». Это очень любопытно, вот этот жалостный конец мужчины в героическом понимании. Не потому, что Дон Кихота был в себе. У Дон Кихота тоже есть сервисовские братья. И у него есть вот эта та самая любовь издалека. Конечно, очень любопытно, почему я становлюсь на романе Дон Кихота. Потому что очень любопытно превращение мужчины в героя в буфона и клоуна, которые случились чуть позже. Но сначала, если мы чуть-чуть вспомним Дон Кихота, там масса этих смеховых аминкотичных моментов, в которых пропадает герой. И его возлюбленная Дусине Тобосская вызывает недоумение у персонажа романа, потому что они ее ассоцируют с какой-то гостьянкой Альтосой Лоренца. Но Альтоса не имеет отношения к Дусине. И, заметьте, как фигура геометрической Альтоса, Дон Кихота и Дусине составляют идеал и гармонию только тогда в Дусине. И Дон Кихот погибает, когда он забывает Дусине. И не говорит в том смысле, что возвращается на грешную землю. Но в этом смысле можно сказать, что рыцарская культура, которую мы уже очень плохо вынимаем, которая нам кажется очень непосредственной, очень модерной. И сейчас, наверное, нельзя сказать, что книги о Когоустале Короля Артура, книги о Парсифале и об этих первых являются такой уже читабельной литературой. Думаю, что их читают мало, что очень часто. Мы, когда мы говорим о рыцаре, тут получился очень забывный момент. Я сказал, что в рыцарской, в рыцарской, в чувстве к женщине, которая называется Амар, на языке провансовских турбатур, потому что Амар – это любовь обычная. Так вот, в чувстве, которое называется Амар, это чувство постепенно прошло и заменилось тем, что мы называем Амар. То есть прошло ощущение дистанции по отношению к материальному миру. То, что делала рыцаря рыцарь. В известном смысле, в очень многообразной символике рыцарских доспехов, это подчеркнуло тем, что эта дистанция подчеркнула тем, что рыцарь отгораживает человеческого мира. Там много очень соображений, почему были ледены доспехи. И это особая тема, о которой я сейчас касаться не хочу. Но даже это подчеркивает определенную изолированность рыцаря от всего остального. И заметьте, что в 16-17 веке, в 18-м особенно, началась трансформация, нет, дистанция, не, пожалуй, даже дистанция, а просто инволюция рыцаря джентльмана. Это действительно так, потому что, хотя в современную эпоху даже такое низкое существо, как джентльмен, кажется весьма высоким, что поразительно, что совершенно поразительно. И нам говорят, что вы ведете себя не как джентльмен, или наоборот, будьте джентльменом. То есть последняя степень падения героя-мужчины в эту эпоху считается чуть ли не образцом. Но мы не будем предаваться, ах, убегаем на эту тему. Так вот, почему джентльмен является деградацией по отношению к рыцарям? Потому что джентльменство началось с преклонения передземным женщинам, с целованием рук, с прочими всякими вещами и прочее, что, собственно, погубило мужчину как героическое начало. Знаете, я говорю, рыцарь всегда деляет дистанция от всего, особенно от женщин, которые есть запретным плодом. Совершенно понятно, что с запретным плодом не стоит заигрывать, не стоит бороться. Лучше пройти мимо, и тогда можно избежать опасностей, которые ему хранятся. Но тут получилось, к сожалению, не так. Вот это уважение к так называемому прекрасному полу, надо, кстати, оговориться, что это позднее выражение, которое вел Тавейран и вел уже те, которые в начале этого века. Раньше не знали выражение «байк секс, то есть прекрасный пол». Ну, это не важно как слово. Так вот, это преклонение перед прекрасным словом, оно прекрасное в рыцарской культуре, где этот пол совершенно любописичный. И где земная женщина удоставивается внимания постольку, поскольку в ней каким-то образом отражаются черты идеала. Каким-то образом. И в этом смысле она ценится и заслуживает определенного внимания. И заслуживает определенного внимания. Единственное, что вот из новой литературы, то, что мы можем как-то вспомнить о том, кто же нам оставил описание каких-то рыцарей, приличных людей, можно вспомнить балладу Шиллера Перчатка. Если вы помните эту балладу, то, собственно, дело в том, что некая Буни-Бунга дама ковронила перчатку дров с оливами и попросила рыцаря-то лорша, если он ей будет и преклоняется перед ней, Заметьте, это важный момент. Достать эту перчатку из этого ручейного рума. Да, рыцарь-то лорш. Был поставлен в неудобное положение. То есть ему надо было туда прыгать и доставать. Что он, собственно, и сделал. Но потом он подошел к ней, кинул ей перчатку и сказал, что вашей благодарности, Мадаг, я не буду ждать. Заметьте, здесь почему-то совершенно вернее отношения к балладу. Здесь нет, как говорится, к немецкого, так сказать, преклонения перед женщиной. Как бы сделал какой-нибудь английский либо французский джентльмен и решать ее его. Все понятно, как бы они поступили. Не будем на этом останавливаться. Просто это хороший момент. Отличие рыцаря от джентльмана. И дальше очень легко понять, каким образом дело пошло дальше. Как я уже говорил, явление Теофания Диариса возбудило ненависть так называемого боги Великих Матери. Их было достаточно много, этих врагей. И они назывались разными именами. Надо сказать, что патриархат, вообще-то, в обозримой для нас истории, царствовал довольно мало. Что, в принципе, мы в подобном мире обречены, конечно, в принципе, нам патриархат. И всякий вызов во всем мире будет беспощадно, мифологически беспощадно отказаться богинями, которую сейчас и немного раньше назывались Великими Матери. Но патриархат очень любил своих Великих Матерей. То есть он любил, прекрасно дал Афродита Урания, Невесная Афродита. Он любил таких богинь, как Сегетерия и Тутилина. Это богиня Кармелец. Или богиня, которая ухаживает за стариками. То есть патриархат в силе своей никогда не задумывался об абсолютной всевластности и зловещисти женщины и материального мира. Он хотел в этом видеть нормальную, очень хорошую сторону всего этого дела. И когда начался вот этот культ джентльмельничания, то, собственно говоря, эти люди, в принципе, дворянского заметного восхождения, тоже хотели видеть в женщину, в женщине то ли мать, то ли любовницу, то ли забавную игрушку, то ли что-нибудь еще в этом смысле. И вот эта потеря дистанции привела к тому, что их мужское начало стало покипать. И если можно назвать, что первый мужчина обладает фолосом, то у джентльмена и у буржуа есть фонис. То есть мужское член, которое целиком, полностью поверено в суженстве. Я прошу прощения за некоторые пикантные детали и темы, которые задевают, но, к сожалению, это лекция о язычестве. И когда мы разбираемся, мы не можем обойтись без такого рода подробностей. Правда, я, конечно, естественно, постараюсь сил не заботопотреблять. Так вот, позовите, вот какой момент. Еще у Робле, и, по-моему, в книге «Карпентьяль Петвере» есть очень забавный момент, который потом был уже вычеркнут даже в французской цензоре. То есть там много этих моментов, в переводах очень часто это вычеркивали. Потом уже, в 20-м веке, Робле стали подкараться веком, и в этом уже не было надобности. Ну, вот какой маленький, вобытный, с которым очень долго любился наш очень хороший переводчик Любимов, когда переводил Горгунцаев Пудрови. Есть там занятая сцена с панорком. Панорка заигрывает в церкви с одной дамой. Панорка, если вы помните этот персонаж, он Азар Мико, скорее издеватель, он, так сказать, армитюрист, в известной степени, мошенник, но очень весел. И его было очень опасно издевать, потому что он очень капально мог помстить. Так вот, Панорка, вопреки своему обычному, своему обычному, несущему в церковь, очень неплохо одеты, и, как сказано о Робле, как сказано о Робле, его гульфик был из черного бархата и выше крупным, уже черным. И вот он подходит к этой Италии. Я, Любимов, несколько таких довольно нейтральных фраз сказал, и это понятно, потому что перевести, особенно если учить, что у нас появился Робле, это, например, в 60-61 году, это было сложно. Ну, он примерно сказал чего-то такое об этих ухажениях, но текст у Робле примерно идет так, то есть почти буквально хочу сказать, что Панорка совершенно спокойно ей говорит, что мистер Прираб хочет вас в Матаму. И вот, говорит, она смотрит на него изумленно, потому что она молится, замети, что это происходит в христианском храме. И видит, что Фаллос с Панорком поднялся до невообразимых размеров. Она на это смотрит и спрашивает, смотрите, как это интересно. Она смотрит, скорее, с любопытством. И там он просил его в высшем случае Даля. И тогда Панорка, которая в данном случае является скорее даже не господином и не слугой своего Фаллоса, а скорее вот его мальчон или агентом, говорит так, что вот мистер Прираб желает добраться до вашей самой сокровенной прелести. А что там отвечает? Типу, что я замужем и, знаете, про прощательство, это дело свое. Ну и Панорка я сказал, что вы очень пожалеете, если вы не удовлетворите желания миссира Прираба. Разговор фантастический, потому что получается, что сам Панорка действительно является каким-то толмачом, каким-то переводчиком, который представляет господина Риапа, который сам по каким-то причинам говорить сам не желает. То есть занятие такое было любопытное. Я уже не говорю о моде, это шестнадцатый лет, вообще о том, что мужчина был кульфер и о том, что даже когда люди шли по улице, когда он поднимался, это считалось прекрасным и всего лишь недовольным. Заметьте, что даже несмотря на современную, условно говоря, простоту барабанов, мы в реальности живем в этой причине. Я вам один хочу сказать, что мы, во-первых, не доживем, я вот сказал, по физиологическим причинам. Даже эта модель не будет никогда, в веке она не взяла. Именно почему? Потому что, и вы заметите, это по мужскому костюму последних двух или даже трех лет. Это чудовищно, иначе это назвать нельзя. Бакуэр как-то сказал, что вообще ощущение, что присутствует о каких-то похоронах. Всех ученых. Либо все вот так затянутое. Какие-то совершенно нелепые, страшные какие-то биджакетики. Но когда, не дай Бог, когда в этих брюках штуки уделяются, мне все это мужские привести. Это же ужасно, это же неприлично. Почему неприлично? Никто не знает. Мужчина не говорит. Да, можно, конечно. Что касается женской груди, разумеется, ее можно. Ее можно энерджировать, сколько угодно. Но что касается фауза, это дело такое. И мода за последние победы очень строго отвела мужчине роль. Вот непонятно, какую собственно роль она ему отвела. Но она отвела ему ту роль, которую ему всегда отвозили великие массы, в особенности Деметра. Роль инструмента. Фауз – это то, что надо укротить. Это то, что надо укротить. Это в пьесе Эррика Фрунблейста, которая называлась от Бетасилея, королева Амазона Бетасилея, два и дальше его. Заметьте, пьеса написана в начале 18-19 века. И уже тогда фауз был тот, что надо укротить. Тогда спрашивается. Спрашивается простая вещь. Толкует о том, что диализ – Бог. Диализ – прежде всего. Прежде всего – Бог, ставший в фауз. Бог фасцинации. Мы употребляем иногда это выражение, не зная его точные сути. Но суть его мира – это зала. Спрашивается, если с этим делом обстоит так плохо, а это первичная ситуация мистерия диализа, то тогда говорить о вине и о культе вина вообще нельзя в принципе. Потому что получается очень странная вещь. Получается, что мы не имеем права пить вина, если мы не умеем фасцинировать. Да, совершенно верно. Если мы не умеем покорять своим уставшим фаузом, все вокруг нас. Я практически цитирую которого, потому что, увы, языческий мир таков. Хотя, заметьте, очень странно, что языческий мир у людей, которые изучают античность, и даже меня это поразило, даже у Лосева Алексея Федоровича, назвал очень интересным миром. Любопытно, что во многих местах у Лосева говорится, что ни в коем случае даже так, ни в коем случае нельзя подозревать за античным миром какую-то трансцендентность, какую-то духовность. Это чисто чувственный, чисто телесный мир. Ну, во-первых, я совершенно не понимаю, как можно назвать платонизм чисто телесным миром, и почему не надо отказываться от процедурности платоновым. Это не очень понятно. Тогда давайте и Кантон тоже, в конце концов, скажем в этом деле. Но тут мы, кстати, попадаем вот на какое военное место в нашем отношении с античной. Придело в том, что действительно, как я уже говорил, там никогда не было границ между физикой и метафизикой. У Аристотеля это вообще глава метафизик, это глава, которая идет просто за главой о физике. То есть это ничего там специального такого нет. Слово «трансцендентное» — это было обычное слово, это перешагивает через меч, это просто оно приобрело другой оттенок в связи с немецким диализмом, это совершенно другой вариант. Но дело в том, что действительно, действительно, греки никогда не делали границ между миром и Бетти и тем. Заметьте, действительно, если нет идеи смерти в ее тотальном илудево-христианском понимании, то какие границы могут быть? Какие могут быть фиксации? Я упомянул о том, что боги очень приятны, что они переходят друг к другу. Действительно, там нельзя. И в Греции никто не мог это сделать. И даже в расцветающем ищевлении первых любовь до и первых любовь после тоже никто не мог точно определить не только функциональность таких богов, но даже их внешность. Это было непонятно. Именно в этом кроется очень непонятное восприятие античности теорфальным Христа. потому что Торгосин говорит о том, что они не могли болеть христианцев, потому что это прецедентальная религия. А греки, которые были люди очень численные, просто не могли этого болеть. Но Заметьте, между прочим, если мы попробуем встать немного на языческую точку зрения, попробуем заметить это же действительно что-то малопонятное. Во-первых, Бог, который живет среди людей вообще, что для греков просто непонятно. Безусловно, тот же диагност в процессе своих метаморфозов мог всегда прикинуться человеком, превратиться в кого угодно. То в старику, то в староку, то в христианограде, то в леопарда. Но это понятно в идее бесконечных метаморфозов. Но никто не мог понять в языческом мире, каким это образом Бог всю жизнь прожил, на большую часть своей жизни прожил среди людей, которые потом же его убили. И после этого, после этого, началась трансцендантность. То есть этот же Бог оказался к тому же трансцендантным. Тут, конечно, не только у язычников, у кого угодно маски распукнут, это понятно. Но это поразило меня не только у Госсева. Допустим, Госсева можно понять, когда Госсев, он же у нас там, одновременно материалистом становился в 1937 году, как сказано, советским изглопедителем, и прочими вещами занимался. Он мог просто для того, чтобы, так сказать, в советской коммунитуре пропечатать свои книги, он мог нам сказать, что это не так кривить душой. Но дело в том, что даже очень знаменитые античники придерживаются этого мнения, и англичане, итальянцы, и французы, это действительно очень расхожая идея насчет телесности античного мира. Но дело в том, что там, где нет границ, то нельзя говорить о том, что это телесно, а это духовно, это интеллектуально, это эмоционально, это то, это все. И в результате занятия вся европейская цивилизация, и наша, в том числе, построена на первичной идее смерти. Смерть – это тот фундамент, или, как говорил Хайдеггер, то, что. Это тот фундамент, на котором белая цивилизация строит свою жизнь. Или теперь нет другого фундамента. Заметьте то, что я говорил о великих литерях, которые противники Дианиса, противницы. Когда рыцарь превратился в джентльмана, еще был момент перехода от условного патриархата к начинающемуся патриархату. Но великая мать дворян напоминала немного свое, немного напоминала то, что у нас когда-то звал женщиной вам. То есть все это понимали, зачем спрашивать, зачем они приближаются к женщине, если она так опасна. Появился замечательный, в немецком романтизме замечательный лозунг «Ауфлезенде вальдерихкайт», то есть растворяющая жертвенность. То есть уже в XIX веке появилась идея, что женщина, и есть смертельное для мужчины начало, что женщина растворяет мужскую инициативу. Так же точно, как в половом акте, она растворяет возбужденный вальдер. В этом смысле. Но дело в том, что все равно, когда джентльмен уже заградировал буржуар, в XIX веке, появился образ другой буржуарной Великой Матери, который, кстати, коснулся и России в известном смысле. Это очень любопытно, что этим занимался не кто-нибудь, не наши великие писатели, а не Галер Галеровича Мишевский. Есть у него такая диссертация, как называется, об эстетическом отношении искусственной велистия, где разобран образ Матери, как руковой. Вот человеческой, общечеловеческой Матери. И это очень любопытно, что это особо очень цветущее, очень пышное, очень доброе. Очень то, что буржуазия хотела иметь для себя и для своего жизни буржуазии. Но заметьте, что все это очень связано. И давайте попробуем несколько раздвинем эти границы. Вот то, что легло в основу современного мировоззрения, основу экономического, заметьте, что там тоже Великая Матерь. Но это беспредельная ночь, и это ведь Великая Матерь Новая Астрономия. То, что спорадические вспышки Солнца, галактики каких-то зеленых систем. Заметьте, они абсолютно вторичны. Первична вот эта вот беспредельная ночь космоса. И знать поначалу, поначалу это все было, кстати, не так даже и опасно. Все, ребята, началось в том, или жили бы мы еще до сих пор в нормальном мире, где центральная Земля и так далее. А дело в том, что когда Ньютон выдвинул свою идею в реалитации, когда стали над ней думать, все поняли, что реалитация невозможна в самой Вселенной. Она возможна только в бесконечной Вселенной, иначе бы все это упало бы на один центр. Иначе бы шла Вселенная, дальше, дальше все более беспредельно куда-то пролонгировалась. Наконец неизвестно куда. Но суть не в этом. Как правильно сказал Артегий Гассет, который редко говорил неправильно, что реально и даже научно реально, есть частные случаи фантастического. Эту фразу можно понимать и так, что в основе какого-то другого мировоззрения лежит какой-то миф определенный. Не собрали ли вы со мной, что в основе современного мировоззрения, особенно астрономического, лежит миф об абсолютной беспредельной ночи, который продолжается в каких-то сотнях тысяч световых лет, и прочее обракодавр, которые эти люди несут. Это очень странно. Это очень скучно отображается в научных журналах и описаниях. Мои третьи иногда любопытно в файсе. Например, у Кукуля Бердона есть такая строка «Смерть в джунглях как основа бытия». Подумайте. «Смерть в джунглях как основа бытия». Очень современная строка, согласитесь. «Или» упоревали «Жизнь только изъят в кристалле небытия». «Смерть и всё, что с несвятого статистика, фиксация, собственно, является основой современного познания. Мы просто даже не можем себе представить такого. И что же получилось в результате того, что эта смерть все более и более вызвела власть. Смертью, которую никогда раньше не делал вообще никто никакого представления. Получилась вот такая история. Получилось, что сосуды как таковые передвигом смерти, и небытия, и вообще зачем они нужны. И, в общем, люди вот уже целый век мы живем, как все мы живем. То есть, а как мы живем? То есть, это никто не ответит на этот вопрос. Разве называется это жизнь? Ну, как-то существует. Как сказал тот же Иосиф – это не жизнь, это смутное. Это, как он сказал, недоступное разуму, а смутное пятно существования неизвестно чего. Вот это вот всё, вот это двадцатые лет и так далее. Понимаете, сейчас серьезно спрашивают, зачем живут люди, а смутные жизни. То есть, вопросы, которые были невероятные, сейчас стали совершенно понятные. Это и то, заметьте, кто задается этим вопросом. Кончилось сословное общество, появилось нечто, то, что назвал Горфлиппом деловыми монадами, и над ними какая-то странная туманность, которая называется интеллигенцией. Совершенно непонятно, что это такое. Вот что такое интеллигенция? Вот, заметьте, есть практики, есть трагматики, есть, допустим, халиталии, есть инженеры техники. Нет, пардон, инженеры – это уже интеллигенция. Техники, управдомы – это всё простые люди, так называемые простые люди. Вот над этими простыми людьми существует очень странная туманность под названием интеллигенция. Это и писатели, и географы, и там, я не знаю, и кто угодно. В то же время это не они, это какие-то совершенно иные группы. Кто они? Скорее всего, народ принимается к каким-то прожитёрам, чудакам, к каким-то людям, которые собираются и представляют очередную модель счастья для всего человечества. Но можно спросить, а почему счастье, а почему бы не собраться, и представить модель полного несчастья для всего человечества? Если какому-нибудь интеллигенту задать такой вопрос, он скажет, простите, это не ко мне. Это надо обращаться к штабам, это надо обращаться к финансовым параметрам. Вот они, вот от них всё слово. Дайте власть мне и таким, как я. И тогда вот эти модели, кстати говоря, чисто генетические, вот они будут реализованы. Но дело в том, что здесь есть очень неправильный подход к этому воображаемому интеллигенту, потому что проблемы счастья и проблемы несчастья одинаковые по физичным проблемам. И поэтому никакой генерал, который обладает там тысячи ракет или чего угодно, знает об этом меньше всего. Так же как филантроп менее всего может знать про счастье. К чему же привело такое положение вещей? Вот если говорить об этом смутном пятне, о котором говорил Лосев, то это привело к тому, что мы можем назвать цивилизацией блефа и души. Причем дело в том, что эти термины «ложь» и «блеф» нельзя уже в наше время употреблять с каким-то нравственным осуждением. Таково положение вещей. Это раньше, допустим, в эпоху еще лет назад, люди могли говорить, «Вот человек чести, ты солдат». Да, действительно, то ли нет чести. Разве он может ругать? Но сейчас, когда нет этих понятий – честь, совесть, полюбливость. Когда честность элементарная. То есть, если ты не вытащишь у кого-нибудь трешку из кармана, считается чуть ли не добродетельным. И тебя за это могут выбрать правительство и вообще всякие такие вещи. Это совершенно все непонятно. То есть, я хочу сказать, что такие понятия, как «ложь» и «блеф» есть просто научные термины для транзитности нашего бытия. Ибо материальное бытие всегда транзитно. Чем отличается материя с точки зрения античной философии? Она отличается привацию, то есть лишенностью. Постоянной лишенностью материи постоянно чего-то лишена. И сколько эту материю не было жать, она будет дальше и дальше пропит, что еще мало. Давайте, давайте еще. И при этом полной транзитностью. Заметьте, что без этого материя не может просто жить. Что же остается? Остается... Материя управляется низшими метафизическими категориями, как я вам говорил. Причем это то, что мы можем назвать патриаризмом технической рациональности. Но представьте себе, вот почему мы пришли в какую-то цивилизацию. Представьте себе, например, если вы сейчас скажете, что вы не верите, что земля вращается, что она вращается. Даже два лет назад это было бы нормально. Мы вам бы сказали, ну почему, может она и вращается, может она и вращается. Сейчас вас, ну, воспримут ваши рассказы просто как отбанкаш или как, ну то, что вы просто идете, вот как вы видели. Пойдите там в первую плоскую очередь. То есть такая невероятно проблематичная речь, как вращение земли и форма земли с помощью рационального технического татриаризма считается уже доказанной. Хотя аргументов в пользу вращения земли столь же много, сколько и в пользу ее неподвижности. То есть это просто пример того, как постепенно начинает в нашу жизнь входить абсолютный блеф. Когда наша жизнь теряет всякую статику, она просто подвешивается и всплывается неподвижно в чем. Опять же, опять же, неподвижно в чем. Примеров тому можно найти очень много, допустим, останавливаемся на двух. Не будем брать ярких политических примеров, где предостаточно всякого блефа назанется. Нам, допустим, занеси, кстати, одну еще вещь, которая всегда хороша от блефа. Что такое блеф? У тех, кто нами правит, неизвестно кто всегда, есть постоянная тенденция выдавать предположения за угрожающую правду. Допустим, угрожают демографическим взрывом для населенной планеты. При этом привозят, естественно, пользуются магией больших цифр. Говорят, вот, например, заметьте, сейчас на планете там живет 6 миллиардов человек. Вы знаете, это очень странная речь. Если взять бюллетень ООН за 1960 год, то у нас живет 2 миллиарда человек. Каким же образом, простите меня, за 40 лет их оказалось 6 миллиардов? Каким же таким образом это случилось? Всякие кивания на прогресс медицины и на полголетие тоже, мне кажется, не очень-то это самое нормальное. Если говорить, что за счет Африки и Азии, так там же и смертность тоже будет здорово. То есть мы имеем дело с очевидным блефом. Кстати, очень понятно, почему каждому правительству очень хорошо иметь мертвую душу гораздо больше, чем живых. И мы не будем в это вдумываться, почему это так. Мы это так. Далее. Блеф номер 2. И на этом закончим, потому что я не хочу, чтобы у нас блефа уплотило. И вообще, критика современного мира, это, по-моему, малоприятное занятие. Но дело в том, что все равно об этом надо сказать. Вот эти так называемые космические планеты. Это блеф и блеф и блеф. Почему? Потому что даже сами физики пишут, что они не знают свойства Бахома, свойства пустого пространства. Но скажите, пожалуйста, если пропадает один спутник, другой спутник, если пропадают аппараты, направленные на Юпитер и Марс, и нам, и люди, которые занимаются, отделываются от нас всякими типотехническими балаками, то есть все, то это действительно же технамная картина. Дело в том, что то, что они называют пустым пространством, и это признают даже физики, никогда не пустят управляемый аппарат за пределы, условно говоря, Солнечной системы. Он имеет тысячу шансов и не единого шанса уцелеть, наших полезных планетам Марса. Но это другой вопрос. Мы не будем говорить об этих ситуациях. Вот. Мы не будем говорить об этих ситуациях. Вот. Вернемся лучше, вернемся лучше к тому, с чего мы начали. Где они все будут к ультурному наследию. И еще лучше вернемся к каждому. Так с героическим мужским началом получилась такая история. Действительно, очень любопытно, что фигура Клоуна появилась в Англии в XVII веке, после казни короля Карла I. Черни, который призвал Кромфель, как раз и родила фигуру Клоуна. Это была фигура смеянного короля. Заметьте, как уверен Клоуна. До сих пор жив и здравствует. После того, как пришел на престол Карл II, Клоуна убрали, а Карл II в Суар. Но после французской революции, когда казни мир в XVI, Клоуна стал очень и очень популярным. Буфон, Клоун. Заметьте, это прямой наследник рыцарей и тонких хода. Вот что это такое. Это оплеванное героическое мужское начало. И когда говорят, а как же так, как же вы дошли до такой жизни. И еще можно привести вот такой резкий очень пример. Наверное, многие из вас видели фильм «Летным гнездом кукушки». Там тоже момент вот беспощадного убиения непосредственного мужского начала в человеке. Чего-то делается вот общество совершенно матриархально, совершенно холодное, совершенно спокойное. Далее спрашивается, спрашивается, что же Дианис и каким образом все это приведет нас к Дианису. Это приведет нас к Дианису очень и очень простым образом. Дело в том, что все ужасы, о которых я рассказал, и о которых можно рассказывать очень долго, в принципе понятны и строятся на одной основе. Социум дошел до такой степени, что жить просто нельзя. Что человеку необходимо культивировать свою собственную индивидуальность. Что это такое? Чуть-чуть поговорим об этом деле. Что такое индивидуальность? Я совсем не имею в виду моментов немецкой философии и психологии на эту тему. Скорее постараюсь остановиться именно только на аналитичном моменте. Есть такие понятия, которые велись холастые и потом очень интересные об этом писал Николай Кузанский. Он пишет так, что в принципе материя делает форма формирующая и форма информирующая. То есть форма форманте и форма информанте. Это означает форма формирующая это форма, которая внутри нас, которая в нашей душе растет наперекор всему. Мы не нравимся ли мы окружающей среде, не нравимся ли мы ей, но она растет и она не может не расти. Она погибает, но она остается. Это называется формирующая человеком форма. И вторая форма, то что делает социум, это форма информирующая. Это то, что из нас делает наша жизнь. И то, как мы меняемся, и то, во что мы превращаемся, это делает второе гибельное смертельное начало, которое называется форма информирующая. И я бы хотел на эту тему поговорить, если вы будете так добры, потом в своей второй лекции. И опять уже я хочу закончить этот секунд так. Когда мы говорим уйти от Вселенной и от социума, я хочу процитировать земли и фрагментного лица. Не в нас ли это Вселенная? Нам кажется, там возле темно и одиноко. Но когда пройдет это затмение, будет любая совершенно иная. Спасибо за внимание.